Бум! Попал? Господа, советы по летнему стилю Джеймса Бонда. С 1953 года вымышленный персонаж Яна Флеминга Джеймс Бонд оказал огромное влияние на мужской стиль. В сегодняшнем видео я расскажу о 10 вещах, которые этим летом вам нужно добавить в свой гардероб, чтобы вы выглядели как Джеймс Бонд. ГОСПОДА Господа, прежде чем я перейду к списку, позвольте мне изложить три фундаментальных правила. Номер один. Придерживайтесь простоты. Мы говорим об однотонных цветах, маленьких рисунках, вечных стилях. Одна вещь, которую я люблю в Джеймсе Бонде, когда ты смотришь фильм, снятый 20, 30, 40 лет назад, он неплохо справился с тем, чтобы держать вещи вне времени. Буквально, Шон Коннери может выйти из одного из этих фильмов, и сегодня он все равно будет выглядеть хорошо. Фундаментальное правило номер два – идеальная подгонка одежды. Одевайтесь с иголочки, повседневной неравной неряшливому. Отдайте одежду портному. Найдите бренд, который подойдет вашей фигуре. Фундаментальным правилом номер три является покупка лучшей одежды, которую вы можете себе позволить. Это сложно для многих из нас, потому что в нашем менталитете сложилось, что одежда должна быть дешевой. Думайте иначе, покупайте, что вам нравится. Со временем это становится легче. Обувь особенно. Но также и некоторые из ваших трикотажных вещей. Возможно, глядя на определенные рубашки, которые, да, стоят в два раза больше, чем вы обычно тратите, но они выглядят намного лучше на вас. Хорошо. Время, чтобы рассказать о десяти вещах гардероба, которые вы можете надеть этим летом, чтобы выглядеть как Джеймс Бонд. Теперь вы можете задаться вопросом, откуда все фотографии изображений одежды, которые вы увидите в этом видео. Господа, они из того же места, откуда Джеймс Бонд получает свою одежду. Ministry of Supply. Да, Ministry of Supply является спонсором этого видео. И они настоящая компания. Перейдите к ним на сайт, я оставлю ссылку в описании. У меня будет код скидки для вас. Это ограниченный временный код, но я работаю с этой компанией два года. Они были вдохновлены тем, что прочитали в романах Яна Флеминга. И друзья, эта компания просто потрясает своими вещами. Рубашка у меня в руках, это Apollo 2. На мне сейчас Apollo 3. Эту Apollo 2 я носил около года полтора. Я носил ее 100-150 раз. У нее регулирующая температуру ткань, которая фактически может охлаждать вас. Она устойчива к запахам, она может тянуться. Я могу сказать, что это была самая удобная рубашка, которую я когда-либо носил. В Apollo 3 они сделали воротник еще лучше. Он на самом деле не смещается. Остается здесь. Они все скорректировали. Они услышали множество людей. Я никогда не глажу ее. Я надеваю ее прямо с упаковки. Вот как она выглядит на мне. У нее отличная драпировка. Они используют действительно классную ткань. Это не хлопок, это не лен. Поэтому у вас никогда не бывает проблем с глажкой. Мне нравится, что делает эта компания со всей одеждой. Я расскажу о некоторых других их вещах. Пола, шортах. Одна вещь, которая мне нравится в шортах, заключается в том, что они не используют пуговицы. Они фактически используют застежки. Почему это новшество? Потому что как бы вы ни потянули, они не оторвутся. Мне очень нравятся задние карманы. На них нет пуговиц. Они огромные, за исключением, когда вы их не используете. Вы даже не можете сказать, что есть карман. Друзья, заходите на сайт Ministry of Supply. Одна из моих любимых компаний. У меня отличная скидка для вас в описании к видео. Так что вперед. Вещь номер один в вашем летнем гардеробе Джеймса Бонда, господа. Классическое поло. Важную роль играет цвет. Это будет относительно мягкий, но тем не менее ярко выраженный, очень четкий цвет. Спереди мы увидим, что она на четверть расстегнута. На две, четыре, скорее всего три пуговицы. Мы также увидим короткие рукава. И в нижней части рубашки мы увидим, что у подола прямой покрой. Это означает, что ее можно носить заправленной и на выпуск. Вещь номер два в вашем летнем гардеробе Джеймса Бонда, господа, повседневная рубашка на пуговицах. Итак, я люблю хорошую повседневную рубашку на пуговицах, потому что ее можно надеть как заправленной, так и на выпуск. Вы можете закатать рукава, а можете спустить. Вы можете найти множество разнообразных тканей, из которых она сделана. С узорами из разных цветов. Сейчас я бы купил простую, классическую, с чем-нибудь немного приглушенным. Таким образом, вы можете носить ее самыми разными вещами в вашем гардеробе. Но что круче в такой рубашке, так это то, что можно ее надеть сплавками вместо того, чтобы надеть футболку. Вы можете ее просто накинуть на себя, возможно застегнуть одну или две пуговицы, прогуляться по пляжу, и будете выглядеть лучше, чем парень просто в футболке. Вещь номер три в вашем летнем гардеробе Джеймса Бонда, господа, классическая рубашка. Вам нужно найти компанию, которая изготавливает ткани, которые специально предназначены для регулирования тепла. Поэтому Эпола 3 от Ministry of Supply. Найдите что-нибудь, что будет дышать. Друзья, это имеет огромное значение, ведь будут мероприятия, на которые вам нужно надеть классическую рубашку. Классическая рубашка – это не повседневная рубашка. В классических обычно нет карманов. Да, иногда вы увидите один карман, но обычно их быть не должно. У них не будет никаких подгонов. Они будут однотонные, всегда с длинными рукавами. Они всегда должны быть заправлены. Это важно. Если вы ищете рубашку, и у нее есть фолда спереди и сзади, она должна быть заправлена. Если подол идет прямой, и на рубашке есть узоры, вероятно, это повседневная рубашка. Вещь номер четыре в вашем летнем гардеробе Джеймса Бонда – легкий цветной пиджак или блейзер. Почему? Жарко же. Ты скажешь, Антонио, я не могу носить что-то подобное. Да, вы можете. Если вещь сделана из правильного материала, который дышит, это позволит воздуху пройти через него и защитит вас от солнца. Вы живете в Хьюстоне, штат Техас. Все говорят, что в Хьюстоне жарко. Но как часто люди зависают в Хьюстоне, штат Техас? Не очень часто. Они находятся в кондиционированном здании. Но даже если вы собираетесь находиться на улице, вы можете надеть ту влаговпитывающую рубашку, о которой я только что говорил. Наденьте поверх нее дышащий пиджак, сделанный из материала, который позволит проходить в воздуху до тех пор, пока тепло не рассеется. Вы можете найти особые пиджаки без подкладки. Вы можете найти пиджаки в Ministry of Supply, которые специально предназначены для этого. Они идут бесшовными и шьются из материала, который позволит рассеять тепло. Вещь номер пять в этом списке, господа, легкие брюки. Заметьте, я не сказал джинсы. Сколько фильмов про Джеймса Бонда вы видели, где он расхаживает в джинсах? Не слишком много. Причина этого не в том, что легкие брюки изготовлены из тропической шерсти или даже синтетического материала, специально предназначенного для жары. Они просто выглядят намного более стильно. И вам нужно присмотреть, возможно, средний серого или средний синий. Вы можете выбрать танк, широкий выбор коричневых. Вы можете даже приобрести белый цвет. С этим видом брюк вам нужно обратить внимание на то, чтобы они точно подходили по фигуре. Возможно, найдете что-то из тянущегося материала. А теперь перейдем к шортам. Да, я знаю, что Джеймс Бонд не носил очень часто шорты в фильмах. В шаровой молнии он надевал три пары. У него были такие крутые подводные бои, он только и делал, что нырял. Но одна вещь, которую я взял от Джеймса Бонда, посмотрите на предназначение шорт. Поэтому, когда вы выбираете шорты, убедитесь, что они будут уместны в вашем гардеробе. Сочетаясь с очень простым классическим нарядом, который не привлечет большого внимания. Просто будет уместным и вам будет прохладнее. Кроме того, посмотрите на материал. Я пытаюсь найти те, которые немного тянутся. Я также стараюсь избегать шорты карго. Для большинства из нас в большинстве случаев не нужны эти шорты карго. Берите шорты с красивым элегантным дизайном. Всякий раз, когда я ищу шорты, я ищу те, которые будут сочетаться с другими вещами. О которых я говорил конкретно о поло и даже о рубашке на пуговицах. В следующих двух пунктах я собираюсь объединить короткие носки и лоферы. Что классного, в коротких носках вам намного прохладнее. Вы можете носить их с вашими туфлями. Вам не нужно ходить без носков и ощущать, что ваши ноги стали липкими. Если вы проходите через охрану в душном аэропорту, вы все равно отлично выглядите. Лоферы лучше, чем кроссовки или флип-флопы. С ними вы выигрываете в стиле. Держите их по возможности в цвете с другими туфлями из вашего гардероба. Это облегчит совпадение с поясами и другими кожаными вещами в вашем гардеробе. Приобретите пару лоферов. Девятая вещь – пара солнцезащитных очков. Друзья, что вы думаете? Вам нравится? Мне нравятся классические. Мой выбор – авиаторы или вайфайеры. Обязательно идите в том, что вне времени. Это классические, которые работают на вашей форме лица. Десятая вещь в гардеробе Джеймса Бонда – соломенная шляпа в классическом стиле. Посмотрите на Порк Пай, на Трибли, возможно Федору. В шляпе вы должны чувствовать себя великолепно. Главное ее предназначение – она будет защищать вас от солнца, ваше лицо и верхнюю часть головы. Иногда поправляйте ее, и вы привыкнете ее носить. Когда вы начнете носить ее с уверенностью, даже не станете задумываться об этом. И вы будете чувствовать себя прекрасно, отлично выглядеть в этой шляпе. Хорошо, господа. Бонусная вещь. Итак, я собираюсь поговорить о свитере на молнии. Предположим, вы вышли на пляж, температура снижается с 35 в течение дня до 18. Вам нужно быть готовым не только для себя, но и для окружающих. Вы можете быть с девушкой, с женой, и ей просто прохладно. И ты герой этой ночи. Итак, друзья, веселитесь этим летом, возьмите эти советы, используйте их. Надеюсь, я научил вас чему-то новому. Зайдите к Ministry of Supply. В описании у меня есть специальный скидочный код с ограниченным временем. Вы должны его использовать. Или вы его потеряете. Ребята, я люблю эту компанию. У меня много спонсоров, но я скажу, что это одна из компаний, куда я иду и покупаю их одежду. У них есть офлайн-магазины. Эти ребята знают свое дело. Их одежда потрясающая. Как я уже сказал, я был рад, когда у меня наконец появился один из их синих пола. Эти вещи почти всегда отсутствуют на складе. Поэтому попробуйте купить, прежде чем они исчезнут. Используйте этот код скидки. И давайте немного повеселимся, ребята. Я хочу, чтобы вы зашли на Ministry of Supply. Я хочу, чтобы вы осмотрелись. Дайте мне знать, что вы выбрали. Потому что я купил экстра черные рубашки. Теперь я не ношу черные. Но я рад отправить его вам, ребята. Вам просто нужно сообщить мне в комментариях, конкретно какие вещи вы бы подобрали к этим черным рубашкам. Из Ministry of Supply. Дайте мне знать, мне нравится эта компания. И я настоятельно рекомендую вам зайти к ним. Поддержите их. Потому что они знают свое дело. На этом все, ребята. Берегите себя. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok